Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют на герой в буре не прислали? Пока что-таки я не самый счастливый, нет. И еще один. Пройди Project Zomboid в коупе с Дезом. Если у Деза есть лишняя копия, пройдем? Нет, у меня даже своей копии нету. Тогда предоставьте нам. Но Project Zomboid не факт. Там зомби. Ты же не любишь зомби? Ну, если халявный аккаунт, ты почему не любишь? А, ну, тогда ладно, давай, жги. Вопрос к обоим. Будете ли вы играть хотя бы в какую-нибудь часть GTA? Это первая часть. Мы будем играть? Ну, можно. У меня, в принципе, есть GTA, да. У меня есть. Да, можно. И продолжение. Еще один вопрос. Помочь надо. Почему, когда я играю быстрый матч и все нормально, а когда я захожу в торговый ряд или своя игра, то у меня очень долго идет прогрузка, загрузка? Объясните, please. Это вопрос тебе, поскольку ты у нас в основном играешь. Сложно, на самом деле, сказать, честно. Я вот просто с таким как бы не сталкивался, поэтому не знаю. Я с таким раньше сталкивался. Если у тебя есть антивирусы, отключи их и запусти сам StarCraft от имени администратора. И попробуй все это дело прогрузить. Еще помогает, когда ты заходишь в папку «Мои документы», там есть профиль StarCraft. Полностью удали папку, и пусть StarCraft все по-новой скачает с интернетом. Это должно как-то помочь. Да, либо сделать рехэш, чтобы проверить целостность кэша и всего остального в самой папке. А как это сделать? Тоже в StarCraft-овском батлнете. Там заходишь и в настройках там все это вроде как делается. Проверка с запуска. Ну, в общем, там все это в настройке. Все туда. Аня, мне, тебе. Ну, давай я. Возле экватора жаркая страна. Наверное, это Объединенные Арабские Эмираты. Наверное. Наверное. Вот. Большое спасибо так за ответы. Эл, будешь ли ты устраивать конкурс на StarCraft 2? Ой, просто StarCraft. Если человек имеет в виду турниры, то у нас недавно был один. А конкурсы, как в смысле дайте ключ или оставьте комментарий, и вы получите случайным образом. Нет, потому что, ну, как-то это глупо. Надо, чтобы человек зарабатывал это. Да, и дальше от него же. Как с вами поиграть в StarCraft 2 бесплатная версия, либо стартовая, как она нормально называется, либо в свою игру, либо в игротеку, в пробка против Зиота 2. Суббота с воскресеньем, сейчас по московскому времени. Приходите в наше сообщество LDRL, все о нем знают, легко находятся в StarCraft 2. И заходите в чат и говорите, чуваки, пригласите. Но только один раз. Мы вас видим и приглашаем, играем. Все просто. Сказал Олкин, мы вас видим, хотя там неразь в последнее время не появлялся. Чш, тихо. Эл, а ты будешь проходить в Heroes of the Storm, прошу прощения, когда он выйдет? Ну, там, по-моему, кампании нет, но рубиться в него, конечно, будет. Я же фанат Близзардов. Если будет, то будут ли турниры по нему? Скорее всего, да, потому что, как ты думаешь, это же прикольно, 4 на 4. Ну да, 5 на 5, по-моему, нет? Можешь 5 на 5. Скорее всего, да, будет. Спасибо за идею, я, кстати, даже вообще. Но когда игра выйдет, мы уже там разберемся. Да, давай, теперь ты. Так, а Доги, тебе такой своеобразный вопрос, любишь ли ты собачек, особенно щенков русских? Смотря в каком смысле. Если как к домашних животных, да, отлично, я же отношусь вообще великолепно. Нет, Доги спрашивают про собачек, не про домашних животных. Ты мне как-то вот этот вопрос не нравится, как он у тебя звучит. Ты меня что-то не то вкладываешь. Ладно, в общем, к собакам, в принципе, я отношусь как к животным отлично, великолепно. А есть любимая порода? Ну да, но она очень печальная, это Доги. Давай, говори. Кто? Дог. Английский дог. Да. Дог, дог. Дог. Так, привет, Диас. Хотел бы попросить, если у тебя, конечно, будет время, турнир топ-10 лучших игроков по Старкрафт и зрителей. Вот, я, честно говоря, не понял суть вопроса даже, когда я его сам читал. Я тоже, короче, человек, может быть, предлагает провести турнир. Турнир выявить 10 лучших игроков или взять 10 лучших и провести с ними турнир? Или выявить из всех топ-10? Короче, проводишь турнир. Короче, да, просто провести турнир. У нас отдельный турнир. Да, для этой топ-10 и кто из них там, да. Ладно, может быть, всё возможно. Дорогой Эл, будь добр, сделай больше каких-нибудь тактик Старкрафт Ходз и заранее благодарю, в общем. Буду делать, надо с кое-какими людьми поговорить и тогда, я думаю, всё будет у нас. Вот, Эл, когда уроки по ТОСам или другим расам или хотя бы дай билды с таймингами? Предыдущий вопрос, тот же ответ. Эл и ДС, почему вы не играете Старик друг у друга на стримах? Это как так? Ну, в смысле, ты у меня выходные, когда я стримлю торговый ряд, а я у тебя, когда ты там 3 на 3. Торговый ряд я сплю. Я работаю. Видите, у нас рассинхронизация, но постараюсь на этих выходных прийти. Вот, ещё один вопрос, как Эл относится к серии игр Warhammer 40.000? Я пытался в неё играть, но я просто уже, видать, очень сильно привык к Старкрафту и я не могу в ней разобраться. Так же, как и в других стратегиях. Поэтому я никак не отношусь. Ни плохо, ни хорошо, просто мне лень разбираться. Кстати, касаемо этого турнира. Выходных, он, стрим начнётся в 15.00 по Москве, по крайней мере. У меня, поэтому, да. Вы знаете, с чем это связано, если вы христианин. Диас, будешь ли ты играть в игру Don't Stave? Вообще, Старф, по идее, ну ладно. Don't Stave. Да, я в ней играл, отличная игра, да. Жалко, что она одному, это единственный минус. Там очень быстро она скучивает, ну, лично мне, хотя она офигенно. Да, может сыграю, может быть. Готовься, друг, готов? Да, 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 только по одному. Ну да, это да. Что ещё планируется? Новые видео. Ну а как-то более конкретно. Ну вопрос же тоже не конкретный был. Ну ладно. Ну не знаю, раскрою секрет, возобновляю один на один реплеи Старкрафта, мастеров и алмазов. Не мои, конечно, игры. Ну да. И потом больше Хардстоуна, и всё, пока. Вот, может вы будете... Окей, может вы будете делать почаще турниры без приза, ну, хотя бы, а то подписчики редко в чём-либо участвуют, кроме стримов по выходным, ну, и ещё плюс что-нибудь можно придумать, кроме турниров и стримов. Можно делать без призов, но просто у нас подписчики не такие хардкорные игроки, и порой, мне кажется, зрителям даже скучно смотреть их игры. Если правила ужесточать, тогда, мне кажется, не так уж народу будет принимать участие. Вот так вот. Когда будет видео по Хардстоунам? Я же сказал, в ближайшее время. Ну, то есть, будут регулярно теперь выходить, наверное, в будни одно видео, 15-минутное. Вот, ну, я просто читаю вопрос, поэтому... Ты же сказал по одному вопросу, я читаю. Эл, смени фон канала, а то рост пройдёт, а пройден, точнее, фон гласит, что скоро будет. Ну, это уже сменил ты, поэтому я тебе отвечаю на следующий вопрос сразу. И ещё, как у вас дела? У меня отлично, как у тебя? Вообще великолепно. Скоро май, скоро веселье, скоро новый реализёр, кстати, вот, будет 25-го числа, по-моему, выйдет. Окей, давай, нам обоим вопросом. Эл и Дес, вы играли в Космические Рейнджеры 2, будете проходить? Обожаю эту игру, ну, по крайней мере, я. Я, наверное, стыдно мне это признавать, но я не знаю, что это такое. Вот это офигенный космический симулятор от наших разработчиков, так что это круто. Не, он реально офигенен. Да, проходил, в общем, но я, скорее всего, не буду его проходить на запись по определённым на то причинам. Окей. Привет, и вот моя партия вопросов вам, поэтому сейчас достанется не только тебе, но и мне. Да. Ну и первый же вопрос, он такой каверзный. Почему вы не спонсируете ваши турниры? Почему мы не спонсируем? Честно ответить? Да, честно ответить. Да? Есть немножко. Всё очень просто, мы жадные. Да. Второй вопрос. Зачем Элу два канала, если можно всё убрать, либо на второй ак, либо стримить на Твиче и потом сюда выкладывать? Во-первых, мой первый основной канал, Элдерей, получил страйк и из-за него отключили прямые трансляции. Поэтому завёл Элкин лайк, где я решил только стримить. У меня давным-давно эта идея была, потому что мне очень нравится эта система ютубовская. На Твиче я не могу стримить, поскольку там нету партнёрки. Во-вторых, я переехал и до Твича долго сигнал доходит. Ну, в общем, у него там лаги, поэтому это всё плохо кончится, и вам будет хуже, поэтому лучше на ютубе. Хоть и слоупок, но всё же, куда переехал Эл из Амстердама? Подумайте, страна у экватора. Почему на турнире участвовал Ник, если он бывший МЛ, а значит Алмаз? Нечестно. Ник был в запое, он долгое время болел, не играл в Старкрафт где-то очень долгое время, поэтому его уровень... Месяца два, по-моему, даже его не было. Даже три, вот, да, и поэтому он, когда подавал заявку, он вообще был без рамочки, и когда он прошёл отборочную, он был алмазом, ну, таким слабеньким. Вот Тес придумал релизера, а вот Эл, чем может нас порадовать, а? А я вообще не креативный человек, кроме как подкастов, которые... Отмазался, отмазался. Ну, там, собственно, дезертирка, вот, но пусть это будет хотя бы моя капелька и моей идеи. Да-да-да, ладно. Ваш любимый юнит в СК 2 Вол и Ходс. Два ответа на два дополнения за каждый раз. Ну, короче, нам нужно назвать четыре героя, если я правильно так понял. Разве не юнита? Ну, юнита, да. Ну, 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 неважно, любых. Ну, я, окей. Ну, я, естественно, назову Марпеха и Свинью, всё. Два моих любимых юнита. Два ответа за каждое дополнение. То есть четыре. Четыре-четыре. Окей. Рипер и... И эти, как его, хелбаты, ну, которые новенькие. Ну, да. Я, наверное, назову Бейлинга. Скорее всего, Мута. И надо вот сейчас подумать, что новенькие это рейвики. Мне ещё понравился Оракл. Вот, наверное, вот такая вот. Так тоже. Я-то думал, надо называть той расой, которой играешь. Но ты у нас-то вообще всеми расами играешь. Ну, да. Так, ладно, Эл, чего не стримишь один на один, если стримишь, то почему так редко? Нет, не стримлю, поскольку у меня криво руки и начало развиваться. И поэтому... Я просто не хочу стримить золото. Это там убивает каким-то непонятными способами. Как сказал один умный человек, у меня началось рукожопие. Во, правильно. Да. Отлично. А стримить золото я не могу, потому что там как-то непонятно играют. В непонятные комбинации стратегий. Ладно, давай, следующий вопрос. Вот. Когда у вас есть свободное время, то куда вы его тратите? А, ну, давай я начну. Да. Я обычно либо с девушкой, либо с семьей, либо занимаюсь какими-то проектами для вас, опять же, либо что-то записываем с Элкином, как-то так. Чувак, свободное время, это они имели в виду вообще юнит не трогать? Ну, вообще свободное время, в принципе. Вот я рассказал, как все свободное время я трачу, потому что у меня это действительно свободное время. Потому что когда я работаю, я занимаюсь работой. А это для меня развлечение, то есть даже если я что-то записываю. Ну, тогда я скажу, сплю. Вот поэтому его нет в выходные. Потом с друзьями часто гуляю. Ну, спортзал еще, кстати, и на велике. Это я не считаю это отдыхом. Да не, это отдых, знаешь, как после спортзала все офигенно. Короче, сплю и с друзьями, все. Я не считаю, конечно, что YouTube это работа моя. Не, просто я не хочу это на... Все равно там какие-то усилия вкладываются. Давай, следующий. Ну, приятные, кстати, чаще всего. Ладно, есть ли у вас страйки и сколько их? Ну, у меня нету. А у меня есть один. Я этим очень горжусь. Я получил страйк, я крут. Ладно, ваши любимые мультяшные герои, ну, с фильмов парочку. У нас были, по-моему, эти вопросы, но я не изменяю. Мне «Револьвер» понравился, фильм, и все герои, которые в нем играют. Я, честно, сейчас, наверное, тебя обижу, но я не смотрел фильм. Ну, посмотри офигенно. Ладно, мне понравился, ну, если из фильмов, то это, например, Джанго. И, естественно, мне нравится до сих пор второй «Терминатор». То есть, соответственно, Шварценгер. И если из мультов, то, наверное, это Валли. И, соответственно, он. И Белка из Ледникового периода. Наверное, все. Че ты такой огромный? Я тут одним отделался. Ладно. Ну, там было сказано, ваши любимые мультяшные герои. То есть, несколько. И парочку из фильмов. Ну, смотри, в «Револьвере» это фильм. Да все, все, понял, понял. И эпизоды с мультяшными. Хорошо, хорошо. Еще можно, кто там, что-то там, кролика. Кто подставил кролика Роджера. Вот из него вообще все актеры все. Это тоже офигенно. Ладно. Есть ли у вас братья или сестры? Если да, то сколько их? Ответ много не подойдет. У меня всего один брат, так что все. У меня тоже старшой брат и все. Вот. Какие планы на лето? Я у экватора живу, у меня всегда лето. У меня лето как бы тоже уже даже зимой было, поэтому такие же. Писать для вас видео, развлекаться, как-то так. Ладно. Не, но хотят спросить, ты поедешь куда-нибудь на отдых или нет? Я всегда отдыхаю. А, ты всегда отдыхаешь. Ладно. Помнится, прошлым летом Эл говорил, что закончится оно, то бишь лето, и будет просто море видео. В итоге еще меньше видео. Почему? Потому что у экватора плохой интернет. Неоправдание. Солнце печет, сигнал не доходит, мотивации ноль. Но я стараюсь. Ваше отношение к курению, алкоголю, наркотикам? Ну, у меня лично, если они касаются меня, то полностью отрицательно. Если оно касается других людей, но оно не касается никак меня через них, то без разницы. То есть их право. Ну, смотрите, я не агитирую, но как бы я все попробовал, и мне это не понравилось. Пустая трата времени, здоровья, и нет смысла. Так что я тоже против этого. Я же из Амстердама. Ну, в случае, кем вы будете играть в Ходз? То бишь, только вот непонятно, почему Ходз, если он Ховс. О, окей. Heroes of the Swarm. В общем, в сторону. Окей, герои мне нравятся. Кем будешь играть? Кем буду играть? Ну, вот пока мне страйк не дали из-за них, я хотел играть Утером, Керриган и забыл третьего. Давай ты. Да, ты же не играл. Да, во-первых, я не играл, во-вторых, я пока не хочу портить впечатление, но если помню, там будет Demon Hunter, причем дастся он специально тем, кто предзаказал, насколько я помню. И обложку, по-моему, дадутся. В обложку, да. Ну, короче, не важно. В общем, я Demon Hunter буду тоже, наверное. Ну вот. Так, ладно, будет ли еще видео по тактикам и разборам реплеев? Ну, Элкин уже, по-моему, ответил, что да, будут. А ваш любимый канал в зомбоящике можно несколько? Ну, единственный лично мой нормальный канал, который я когда-то смотрел, это был дважды два. Вот. И то из-за анима. У меня Animal Planet, вот прям, который могу просто на весь день включить, это Discovery. Вот. Не знаю. Да. Ну, нравится, животные, че, нормально. Нет, Discovery в приоритете. Ну, окей. Как вы относитесь к ситуации с Крымом? Ну, кто начнет? Давай ты, я что-то много болтаю. Ладно. Ну, в целом, дело все печально, но то, что, кстати, начали присоединяться к России, ну, наверное, это правильно как-то. Причем присоединяется именно рабочий класс, то есть те части, которые, в общем, в общем, это хорошо. Хорошо я отношусь. Но плохо отношусь именно к тому, что страдают иногда люди, которые ни в чем не повинны из-за людей, которые хотят просто денег и власти. Вот. Вот так вот. Я тоже неположительно к этому отношусь. И мы уже в предыдущих вопросах-ответах говорили, что политики плохие люди. Да. И просто ссорят народ, который всегда как бы дружил. Поэтому политики вы козлы. Довольны ли вы Reaper of Soul? Я, да. Я тоже. А о чем мы, кстати, в обзоре, по-моему, говорили не раз. Да. Ваш любимый портрет в СК-2? Ну, вот он у меня постоянно стоит. Это... Как они называются? Призраки-фантомы. Ну, а мой, как могли догадаться, любимый портрет, это, собственно, Undead. Undead? Да. А там разве есть? Ну, там давали же за коллекционку какую-то. Ну, не знаю. Надо посмотреть. А, не за коллекционку, за то, что мы, это, Близкон, Близкон купили билеты, помнишь там? А, этого, что ли? Да, да, да. Пуджа. Пуджа, да. Да, вот и кончилась эта партия. Потом еще больше вопросов. Что, все, что ли? Меня это напугало. Удачи вам, господа. Пока, скажите мне пока. Удачи тебе, Нова. Спасибо за вопрос. Да, отстрелялись. Давай. Так, ты будешь стримить или записывать прохождение или новый режим Diablo 3 ROS? Уже даже постримил и уже буквально вот-вот он выйдет. Будете ли вы принимать участие в прохождении 5 ватт с тобой? Что еще раз? Можно ли, можно ли будет принимать участие? Ну, это... Ну, понял, понял, твой косяк, короче. Мы, кстати, давай прорекламируем наш план. Да, ладно. Мы, в общем, если не возражаешь, я начну. Мы решили все-таки с Элкиным снять прохождение за двух крестоносцев. Оно уже снимается, оно уже делается, но мы решили сделать так, что мы снимем сначала первый акт, а потом уже все будет, что будет. Вот. Как только мы его отснимем, мы начнем выкладывать. Соответственно, все, кто посмотрит это видео или посмотрит то видео, которое будет выложено про первый акт, вы увидите, что вы можете вступить в наш клан. Клан называется Жезл Во. С пробелом. С пробелом, да. Называется он по-русски. Поэтому ищите, вступайте, и, возможно, вы попадете в одну из серий. Но мы играем на хардкоре. Я правильно назвал? Да. Да, я правильно назвал. Мы играем на хардкоре, сейчас проходим первый акт, соответственно, вы можете присоединиться, пожалуйста, никто не мешает. Но если вы играете на совкоре, вы по-прежнему можете вступить в клан. То есть, без проблем, и там, и там. Клан существует вне сложностной системы. Я не знаю, что ты сказал, но я думаю, люди меня поймут. Ладно. Привет, хотел спросить, где ты брал Call of Duty Black Ops 2? Я уже серверов на 6 попробовал качать после установки. Одна и та же проблема, не хватает файла DirectXG. Дл, где взять нормальную пропатченную версию? Я тебя убью за этот вопрос. Я не виноват. Я просто прочитал. А, ну в общем, я скажу вкратце. Берете, заходите на торрент, любой, который вам нравится, скачиваете. Но я этого не люблю, поэтому берете, покупаете в Steam, игру, скачиваете. И вот там на самом деле все нормально. Вот. Хотя, я не знаю, за что вам так прям нравится Call of Duty. По-моему, это Call of Duty, как, собственно, в комментарии написано. Хорошо, давай я уже что-нибудь тебе задам. Эл и Диас будете играть в Террарию? Вопрос. А, ну, можно, но не знаю. Могу дать аккаунт одному из вас, если конечного. Ну, у меня есть. Было бы интересно посмотреть, как оценит эту игру я. Как оценит эту игру я? Он. Да я просто не хочу Эл читать. Да, в общем, на самом деле игра отличная, так что, ну, можно, в принципе, но не факт, опять же, что она Элкина понравится. Ему вообще мало чего нравится, кроме Близзардовских игр, поэтому не особо рассчитывайте. Хотя вот Сейнс Роу, по идее, ему вроде вкатил. Ну, я давно просто в стрелялки не играл. Да. Так что мы будем тебя иметь в виду, если вдруг метеорит упадет и надо будет записать эту игру. А там, кстати, до метеоритов можно добраться. Но это ладно, отступление. Напиши, пожалуйста, через какую программу ты снимаешь видео. Все современные игры снимают через экшен. Офигенная программа, там очень много настроек и очень легко разобраться. Да, правда, последняя твоя версия не очень, но в целом. Ну да, это мои косяки. А если вы планируете классические игры, типа Warcraft 3 и ниже, лучше это все записывать в Fraps. Потому что старые игры экшен не хочет видеть, и он их как-то криво записывает. А Fraps ему пофигу. Да, я еще скажу от себя. Недавно узнал такую интересную штуку, что оказывается моя видеокарта, да и любая почти что из новых видеокарт NVIDIA, имеет встроенную программку для записи игр, которая позволяет довольно качественно записывать. И вот, кстати, последние серии Command Conquer я записывал, ну, точнее, все вот эти серии я записывал как раз через нее. Качество вполне приемлемое. То есть, если не сказать отличное. Поскольку мы обладатели NVIDIA, карт, оказывается, я сегодня нашел, что у AMD или AT, Radeon, у них тоже есть такая же своя программа. Да, но она похуже, на самом деле. Тут как раз рассказывали очень много на эту тему, но это не важно. Суть в том, что встроены теперь программки есть, которые можно записывать напрямую прям во время игры, и FPS вообще не падает абсолютно. Так что пользуйтесь им здоровья, хорошая штука. Так, Эл, где пропадает Diablo 2? Ооо, я его даже нечаянно удалил. Как ты умудрился? Давай быстренько просто закончим сейчас, и все будет круто. Давай. Элкин, DSG, где старые добрые игры со зрителями, которых я покупал подс? Я говорю, времени у нас мало. Лично с моей стороны, а так, DSG, каждый выходной. Я, да, как штык, каждый выходной не всегда получаю, что они старые, добрые, как и были. Может, не такие ламповые из-за отсутствия Элкина, но в целом такие же. Так, давай, 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 вопрос с тебя. Итак, следующий вопрос. Кем вы работаете? Работником на работе, офигенно. И опишите, как вам там? Я только, я, я прованговал, офигенно. Нравится она вам или нет? Просто великолепно работать работником на работе. А я без работы. Парам-парам-пам. Да, вот такая вот. Задам сразу, давай, задам сразу два вопроса. Обычно задаю один, но вот заболел сегодня. Итак, почему ты и Эл, надо сказать, ты дезертир, выбрали себе такие псевдонимы? На самом деле с псевдонимами у меня очень много чего интересного связано, и не только с этим. Ну, касаемо этого, ну, наверное, потому что мне, во-первых, удалось диссертировать от армии. Во-вторых, потому что я очень часто в контре менял команды, из-за чего меня так прозвали в какой-то момент. А вот, в-третьих, наверное, по той причине, что я еще увидел книжку «Сталкер», которая дезертир тоже называлась. Она очень офигенная, очень мне понравилась. И, в общем, вот эти все такие вещи, они мне как-то повлияли на мой ник. А с моим же все проще. Когда вышло дополнение для Вовки, как оно называется по-русски? The Burning Crusade? Как по-русски? Как по-русски, ладно. Когда оно вышло, там были кровавые эльфы. Я тащился от кровавых эльфов, и поэтому мне не хотелось какое-нибудь коряво имя персонажу давать. Я прогуглил настоящие кровавые эльфийские имена, и там было Элдерель. Я взял его. Вот так вот, и по сей день, видать, остается. Кровавому Элкиному. Есть ли у тебя какие-нибудь вредные привычки? Это второй вопрос от человека. Ну, как мне говорит моя девушка, одна причина у меня привычки, точнее, есть. Заключается она в том, что я люблю Игоря. Это не вредная привычка. Но проблема в том, что у нее это же тоже привычка. Поэтому это не такая вредная, но это единственная, наверное, из тех привычек, которые у меня есть. Вот. Я даже не знаю, у меня их много, но... Я ленивый, вот все, давайте нейтральную сделаем привычку. Вот, кстати, да, ну ничего себе нейтральная привычка, это Элкин 3 уменьшил. Элкин 3 уменьшил. Ладно, любишь ли ты собак? Это последний вопрос тебе. Обожаю французских бульдогов. И тебе, Тата, тоже последний вопрос. А когда стримы по другим играм? И как Эллу спится во время выходных? Не представляешь, замечательно. Я отвечу на последний вопрос. Насчет стримов по другим играм. Вот буквально недавно, я... Ну как, недавно, недели две назад я закончил стримы по Саус Парку. Они были на Гудгейме. Да, я стримлю не только на Ютубе, но и на Гудгейме, там отличная платформа для этого. Также, периодически я еще планировал стримить Кошмары, но у меня что-то как-то не хочет она запускаться, а да пройти надо. И поэтому пока Кошмары тоже отложил. Ну, как только, так сразу. Да, я планирую, как обычно, стримить только Близзард. Извиняйте. Да, Элкин стримить что-либо другое не любит. Да и проходить, в принципе, тоже, как я заметил. Да, мне надо было канал вообще называть там... Only for Blizzard. Да, и ничего туда не выкладывать. Ну что, у нас вопросы закончились. Задавайте нам новые. Мы на них с удовольствием ответим. И пока-пока. Та-дам. Всем удачи. Та-дам.